Всем тем, которым совладь нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья. Бессмертный полк снова в строю. В руках у школьников фотографии их погибших родственников, участников Великой Отечественной войны. Это мой прадедушка, Ксенофонтов Борис Сергеевич. В 1943 году попал на фронт. Ему было 18 лет. Наши войска шли наступление в Харьковском направлении. В этом проживии участвовал мой прадедушка. Мой прадед, Кузин Сергей Фадеевич, родился 1 сентября 1917 года. В 18 лет был призван в армию, а потом сразу на фронт. В 1944 году был взят в плен. Дважды пытался бежать, но немцы пускали собак и избивали, отправляли в лагерь. Третья попытка удалась. Моего прадедушка зовут Агапов Алексей Васильевич. Он родился 13 марта 1931 года. Умер 7 августа 2005 года. Жил в военное время. Ему было 10 лет. Моего прадедушка зовут Дмитрий Федорович. На Дальнем Востоке был майором. Война была с японскими захвачками. Моего прадедушка зовут Тигаршин Худзин Рисламович. Он пошел воевать в 1941 году. Получил медаль за отвагу, за взятие Берлина, за взятие Будапешта. И орденами красной звезды Отечественной войны, первой и второй степени. Целый год ребята с первого по одиннадцатый класс собирали истории своих родных в рамках акции «Поклонимся великим тем годам». Подключили к этому родителей, бабушек, дедушек. Ценные материалы об участниках войны размещали на городском сайте Куйбышев «Запасная столица». Мы, наверное, выполнили такую задачу, которую ставили перед собой. Достучаться до каждого ребенка, увидеть слезы на глазах ребенка. Я считаю, что это маленькая победа. Я своим прадедом горжусь. Я горжусь своим прадедушкой за его мужество и отвагу. Я горжусь своим прадедом и также буду любить и защищать свою родину. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.